МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомелю, студии Натальи Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Инновационные распроцовки у деяности. Сегодня у Гомеля четвертый раз прошла контактная кооперационная биржа. Деловые взносины. Гомель наведала делегация с Кубы. Свята машина-будовников. Лепши супрацовники Гомсельмаша отримали заслуженные узнагороды. Вековы юбилей. Свою свято означают и супрацовники подразделения криминального вышуку. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Сегодня у Гомеля четвертый раз прошла контактная кооперационная биржа. Для укоронения у вытворчасть представлены больше 20 новоценных распроцовок. Олег Синцеров ознайомился с некоторыми проектами. Это соправды инновационные распроцовки практичной накерованности, 3D-технологии для промысловости, беспилотные летальные аппараты для различных объемов злобычных корыстных выкопнев, технологии по нанесению шмот функционального покрытия, новые решения по выкористанию природного газа для сельскохозяйственной техники. Сирот распроцовщиков, супрацовники Академии наук, установив высшейся адвокации и науково-технологичных парков, плюс индивидуальные предпринимальники Александр Сянько пропонуя инновационный способ очистки от коррозии и минеральных отходаний у отепляемых систем, выкористание микроорганизмов, дозволяя выражать эту задачу эффективно, причем все затраты окупаются у всего просто по годам. Применение на практике более чем на 30 предприятиях Республики Беларусь и около 200-300 частных домовладений показало то, что постоянно действующий эффект с экономией энергоресурсов на выработку тепла от 10% и более. На многих предприятиях количество ремонтов, которые озвучивал заказчик до и после, снижается в десятки раз. Не глядите на то, что контактная кооперационная биржа проводится у Гомеля, да у делу у ее запрошаются все ожидающие. Обовязковых умов по судности не шмат, але учеяно достатково серьезные. Самые головные проставленные распроцовки повинны быть як минимум не гожь за лепши замежные аналоги, а прочатах у перспективы укоронения. Новые технологии заявляются так худко, что просто три годы, но вот самая сучастная распроцовка будет уже никому не потребна. Экономика нашей страны ориентирована на внешние рынки. Мы открытая экономика, мы конкурируем со всем миром. И в принципе для того, чтобы устойчиво быть на этом рынке, надо что-то новое постоянно. Даже если что-то вы сегодня новое внедрили, применили, поставили на рынок, и оно востребовано, это не значит, что не надо работать. Надо новые потребительские свойства продукции, надо бороться за новое соотношение цены и качества, надо диверсифицировать свое производство, производство, а не только на какой-то одной продукции. Только при таком подходе можно удержаться на рынке. А для этого надо дружить с наукой. Об узровне Гомельской контактно-кооперационной биржи можно мерковать по списке ей организаторов, Держкомитет по навыцам и технологиях, Республиканский центр науково-технической и деловой информации и Гомельский обруканкам. Теорица биржа проводится у четвертый раз, а тому уличили увесь попередний опыт от створения умов для проведения деловых перемов до мягчимости неофицийного обмеркования перспектив супросовництва. За три попередние годы целых широк распроцовок, которые были представлены на Гомельской контактно-кооперационной бирже, начали выкорестовываться в вытворчестве, причем не только на белорусских предприятиях. Продаж сучастных технологий «Замяжу» приносит в краине реальные валютные доходы. Что-то из попередних выников в этой бирже 10 протоколов об номерах, а по выкорестанию 21 распроцовки. Олег Сентеров, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». По деловому и конкретно. У Беларуси в эти дни знаходится с визитом делегация из Республики Куба. Латиноамериканская краина затекавлена в поставках белорусской промысловой продукции. С этой метой гости и знакомятся с предприемствами. У первую чергу их текавит сельско-господарчая сфера. У Гомель делегация наведала «Гомсельмаш» и «Гомель Агрокомплект». С продукции машинобудовничьего гиганта гостей текавит косилки, а так само комбайны для уборки рысу. До речи, потреба сельской господарки Кубы у таких машинах – 501 кгод. У планах керавництва Кубы – модернизация сферы вытворчасти молока. И тут до места пройдется продукция «Гомель Агрокомплекта». Гости с видовочной затекавленностью знакомятся с доильными комплексами белорусского вытворца и готовы до супрацовництва. Головная каптехника смогла працавать во умовах кубинского климата. «Белорусская продукция вельми якосная. Мы выпробуем ваше обсталевание на Кубе, после чего будем вести размову об закупках. Мы лечим, что будут шея кубинской сельской господарки в белорусским обсталевании». Сегодня у Гомеля открыли новое подразделение «Бел Инвестбанка». Оно специализуется на кредитовании нерухомостей и работе с вип-клиентами. Для наших регионах это уникальная кропка по оказанию банковских послуг, связанных с финансованием будовництва и на бытие властного жилья. До того же все лета «Инвестбанк» долучился до программы адресного субсидирования нерухомостей в рамках указа номер 240. За 8 месяцев 2018 года выдача кредита по этой линии перевысила 4 миллионы рублев. Лишь в ближайший час планует повеличить утрая. Тему протягне Евгения Кухаронак. Урочистая верта – неуродные стены. Отделение «Бел Инвестбанка» по адресе «Советская-48» зновку отчинило свои дверы для Жахаров Гомельской области. Новоселье стало знаковой подеей для супрацовников и кировництва банка. 65 год тому, у Снежния 1953-го, в этом будинку было открыто Центральное отделение Держбанка СССР. Наступным господаром тут стал якраз «Бел Инвестбанк». Мы приняли решение возобновить работу офиса именно здесь, потому что с этим зданием связана история банковского дела в Гомеле. Безусловно, сегодня очень много сервисов банковских уходит в онлайн. Мобильное приложение в интернет-банк. Но есть услуги, которые требуют хорошей, качественной, детальной консультации со специалистом банка. Это ипотека. Это сложные банковские продукты, которые комфортно обсудить в условиях нового офиса. И вот именно для таких сервисов мы это подразделение и открыли. Отделение специализуется на оказании комплексных послуг у сферы нерухомости. Тут працуют персональные менеджеры, які с индивидуальным подыходом подбирают варианты финансования будовництва, альбо набыття уласного жилья. Адразу же на место клиентам предоставляется спис пропанов нерухомости от партнеров банка, Гомельского дома-будовничного комбината, управления капитального будовництва, а так само приватных забудовщиков. У нас подписаны соглашения и мы будем расширять дальше сотрудничество с основными застройщиками в части предоставления льготных процентных ставок, льготных кредитов по отдельным объектам. В части 240 указа, та динамика, которую мы показываем, начиная с апреля, с мая месяца, она уверенно позволяет мне сказать, что вот этот инструмент, эту господдержку мы будем активно предлагать гражданам, и это то, что надо сейчас жителям, особенно нуждающимся, особенно отдельным категориям, которые предусмотрены вот этим указом. У банка добрый наладжена система документозворота с мястовыми органами ОЛАДы, там у кредита формляется оперативно. Комфортные умовы, у яких оказывается весь спектр послуг, связанных с нерухомостью, призваны притягнуть клиентов. Звычайно, человек один раз у життя набывает властное жилье и подходит до этого грунтовно. И, как бы отказный крок был сделан докладно, Белинвестбанк запрашивает свое новое отделение у Гомели. А кроме этих отметных функций, офис оказывает все обычные банковские послухи для физических особ. Им же доступны и ВИП-сервис. Так само тут ожитивляются операции по приеме выручки от субъекта у господарения. Евгений Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Завтра же горы регионы смогут вернуться с пытаннями до представников улады. Суботнюю промую линию проведе старшиня областного совета депутата у Катярына Анатольевна Зинкевич. Номер телефона 33 12 37. У Гомельским гарвиканками промую линию проведе наместник старшини Виталь Геннадьевич Атаманчук. Номер телефона 75 19 54. Промые линии будут працевать с 9 до 12 годин. Узнагороджение левших работников, аплодисменты от коллег и святочный концерт. У Гомель распочались мероприемства с нагоды дня машинобудовника. Первое пройшло у Палацы культуры Гомсельмаш. Сотни супрацовников предприемства узнималися на сцену подняспынные овации залы. Яны с хваляванием отримливали от керавництва Гомсельмаша и представников улады, заслуженные узнагороды. Нагрудные знаки, гоноровые грамоты Министерства промысловости, Аблы и Гарвы Канкама, Городского совета депутатов и удячные листы. Не глядяши на складанности, які раз по раз повстают перед холдингом Гомсельмаш, наши комбайны – бренд Беларуси. У Апошня Гадышма отзроблена для наладживания экспорту машинобудовничей техники у розные краины света. Добрых выников удалось досягнуть по знижению вытворчих выдатков. Праца предприемства достойна высокой отзнаки подчас визиту у Гомель керавника державы Александра Лукашенки. Задача на будущее – не только досягнуть необходных показчиков по продаже техники за мяжу, але выводить на рынки свои новоценные распроцовки. Подводим своеобразную такую черту, итог, можно сказать, уже уходящего года. В нынешнем году много чего было сделано. Наши специалисты, работники холдинга проделали огромную работу. Это освоение новых рынков сбыта и повышение качества, конкурентоспособности нашей техники. Проводится работа во всех направлениях. И последний визит главы государства, который состоялся в августе этого года, подтвердил то, что глава государства дал нам высокую оценку нашей работе. Мероприемства, промеркованные до дня машина-будовника, протягиваются. Завтра на стадионе Гомсельмаш пройдет концерт с уделом творчих коллективов Гомельской области и запрошенных артистов. А само свято по традиции отзначать у опошнюю неделю вересня. Увазе гомельчан, завтра у Гомели часово перекрыть рух по проспекте космонавтов. Это связано с проведением на стадионе Гомсельмаш культурно-массовых мероприемствов, просвеченных дню машина-будовника. Проехать нега будешь с 6 до 17 гадзин по участку от улицы Богданова до улицы Озерной. Громадский транспорт у ГТПРЭД накируют объязными маршрутами. Супрационники подразделения у криминального вышуку означают профессийное свято. Выники их деенностей у Гомели сенне подвели под час урочистого сходу. Чем гонораться люди в милицейских погонах и какие задачи ставить перед собой? Потекавилися наши корреспонденты. Кажут, что их работа подобная на шахматную парту. От умения пролешить на первый день не злочинцы и провести правильную комбинацию, шматшим залежит поспех оперативной деянности. У сферы отказности супрационников криминального вышуку хулиганство, крадежи, забойства. Ветераны кажут, что, бадаясь самыми складанами, для их были 90-е, когда тяжкие злочинства регистровались практически каждый день. Сегодня ситуация больше спокойна, но это не значит, что профессионалы могут успокоиться. С 2014 года у нас в области раскрыты все убийства. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на уровне 95%. Но мы себя этими процентами не успокаиваем и хотим дойти до каждого преступления. Безопасность в нашей стране – это бренд нашей страны. И мы этим гордимся. Свою историю криминальный вышук в Одесс-5-го Кострюшника 1918 года. В этот день коллегия Народного комиссариата внутренних справ зацвердила положение об советским криминальным вышуку. Его органы створались в городах с населением не меньше 40 тысяч человек. Главная задача – оховы революционного парадку и боротьба с бандитизмом. До профессийного свято в Гомеле створили свою особливую аллею героев криминального вышуку. У Севолод Ковальчук раскрыл 53 наумысные забойства, Яков Юдович – свыше 100. У Владимира Ким примал дело раскрытия 300 забойств. Боротьба со злочинностью завсюду была наиважнейшей функцией любой державы. Пускай не всегда это может быть заметно, но вместе с тем только оперативный работник знает, что такое раскрыть преступление. Поэтому успехов, оперской удачи, всего самого лучшего. Ну и действительно семейного благополучия их семьям, женам. Хотелось бы пожелать терпения, еще раз семейного благополучия, всего самого лучшего. Олег Синцюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадо и компания «Гомель». Держаута инспекция Гомельской области с сегодняшнего дня по 7-го Кастричника проведет комплекс профилактических мероприемств в Сустречная полоса. Будут организованы рейды, накереванные на выявление исполнения порушений у правилов обгону и выезда на полосу Сустречного руху. Удаи поведомили, что с початку года в регионе за выезду на Сустречку загинули 15 человек и 34 отримали травмы разной ступени тяжкости. Сегодня в «Гомель» отбылось урочистое мероприемство «Беларусь. Краина миру и сгоды». Уделу им принял миротворчий актив в области, представники органов выканавчей улады, педагогичной громадскости и православной церквы, а так само партнерские организации и подрастающее поколение. Мероприемства промерковали до Международного дня миру, який з'является символом спокою, гуманизму, доверу и сябровства. Что годы до этого свято Гомельское областное отделение Беларуского фонда миру проводит шерох тематичных акций, усеяны накерованы на умоцывание сябровства и взаиморазумения по международаме, а так само долучение подрастаючего поколения до миротворчой миссии, такой важной и необходной у сучасным свете. На урочистые мероприемства в Гомельске Державный областный палац творчества детей и молодых запросили переможцев и призеров областного этапа республиканского пайтычного конкурса «Счастье жить в мирной стране». Усяго колесо 70 юных аматров поэзии из всех районов в области. Во урочистые атмосферы яны отримали узнагороды и памятные сувениры. Повиншовали подчас свята так само и уладальников хонорового статусу «Дзятя миру». Это хлопчики и девчонки, которые были народжены в разные годы, но все 21-го века – Международный день миру. До речи, за последние 12-ти годы в нашем регионе, в этот особенный день, на свете явилось больше 700 детей. Многие из них уже сейчас стали соправдными юными миротворцами. Мы, дети мира, не знающие, что такое война, насилие и смерть, благодарны своим прадедушкам и прабабушкам, которые обеспечили мир над нашей головой. Мы, молодое поколение, обещаем сохранить нашу мирную и дружелюбную республику Беларусь. Сегодня у Гомеля завершились обменные гастроли городского молодежного театра с Могилевским областным драматичным. Наши артысты показали психологичный триллер-метод, комедию «Перобор» и интерактивную каску для детей «Заховальники шаруной книги». В Гомельской публице «Могилевская трупа» так само представила три спектакли. «Сны про каханье браты» и «Лиза», ностальгичную комедию каски «Старого Арбата» и детячую музычную постановку «Гадкая качаня». Для самых маленьких и одночасово потребовальных глядачов могилевские артысты обрали спектакли по мотивах казки Ганса Христиана Андерсена. На сцене Гомельского городского молодежного театра разгорнулася интересная и получальная история про качаня, которое не было подобное на своих одногодках. Она выглядела незвычайным и думала, отчувала иначе меньшее, и даже марила про макшимость летать. Немало пирожков ему пришлось операторить, как досягнуть заповедной мары. У знакомитой каски Ганса Христиана Андерсена закладено шмат мудрых думок. Соправдная прыгажость тая, якую отчувает сердце, а не вока свет выдатный, коли побач есть сябры. А еще я навучить детей и дорослых веруть в свою мару и исти до ее, не глядяче ни на что. У целых артисты Могилевского областного драматичного театра засталися вельми задоволенными гастролями на Гомельской сцене. Я сам из Гомельской области, Петриковский район, я оттуда. Но в Гомеле я всегда с удовольствием приезжаю. Что касается публики, но мне кажется, белорусы, они вообще очень благодарная публика. Мягкие, в нем присутствует лирика, нет озлобленности у наших людей. Это наша публика. ГТ, а так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернет-те по адресу www.tvrgomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивная гляда я с вами разведываюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудниками ГАИ Гомельского района был задержан житель областного центра, который накануне угнал автомобиль. Старенькая «шестерка» стояла около подъезда многоэтажки в советском районе. 29-летний нигде не работающий парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, средь бела дня проник внутрь салона, завел двигатель и уехал на чужом автозагород. Хозяин обнаружил пропажу только через полчаса, сообщив об этом в дежурную часть милиции. Через некоторое время автомобиль был обнаружен в деревне Пионер Гомельского района. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и один пострадал. Около 15.00 в Мозере 72-летний водитель автомобиля «Дача Дастер», уходя от одного столкновения, совершил другое. Водитель автомобиля с целью избежания столкновения с автомобилем, который выехал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Его тело пришлось извлекать спасателем. А в областном центре на нерегулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на 35-летнего парня. Водитель с места происшествия скрылся, но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вскоре был задержан. Пешеход госпитализирован. С территории одного из предприятий железнодорожного района Гомеля накануне утром в областную больницу был доставлен мужчина 1965 года рождения. Снимая шифер с кровли склада, плотник провалился и упал с 5-метровой высоты. Медики предприняли все возможное, но через несколько часов от полученных травм мужчина скончался. Следственным комитетом проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Предположительно, поджог мог послужить причиной уничтожения 12 тонн соломы в Хойникском районе, сообщили в МЧС. Пожар произошел вчера вечером в двух километрах от деревни Высокое. По прибытию спасателей к месту вызова происходило на вспаханном поле открытое горение скирды соломы РАПСа в косы этого года. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Вместе с тем огнем уничтожено 12 тонн соломы. Причина пожара будет установлена. Однако одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника зажигания извне. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии оба представителя нашего региона победили. Первую викторию в основное время в нынешнем чемпионате одержал Жлобинский Металлург. Столевары, уступая по ходу выездного поединка с Лидой 0-1, сумели сначала сравнять счет. А за минуту до окончания основного времени матча вырвать три очка. В составе Металлурга точные броски на счету Феклистова и Севастьянова. Гомель также победил в основное время. Гродненский Неман на домашнем льду дважды вел в счете. Однако не смог удержать преимущество. Точку в поединке за две минуты до финальной сирены поставил Колосов. Он же, кстати, открыл счет с заброшенным шайбом Рысей в этом поединке. Еще один гол на счету Голубича. Гомель победил 3-2 и закрепился в тройке лидеров регулярного чемпионата. Металлург располагается на шестой позиции. Завтра Столевары отправятся в Гродно, где сыграют с Неманом. Гомель едет в Лиду. Сегодня после двухнедельного перерыва возобновился чемпионат Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Открыл третий тур поединок в Лиде, где сошлись Лид Сельмаш и столичная охрана Динамо. Гомельская команда ВРЗ завтра в Минске встречается с Динамо БНТУ. Светлогорский ЦКК также на выезде играет с Оршанским Витеном. БЧ третий тур пропускает, однако гомельские железнодорожники отдыхать не будут. Завтра им предстоит товарищеский поединок с дебютантом Первой лиги национального чемпионата командой Гомель-Молоко из Рогачева. Игровая программа 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Первой лиге уместилась в один день. Все поединки пройдут завтра. Один из них в Гомеле. Локомотив ждет в гости столичный энергетик БГУ. Стартовый свисток на стадионе Локомотив прозвучит в 15.30. Мозырская Славя также играет дома соперник Микошевичский Гранит. Этот матч также начнется в 15.30. В Светлогорске сойдутся два клуба из нашего региона. Химик принимает жидковический ЮАС. Начало в 16.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова